По сведениям Национального статистического комитета, объем белорусской внешней торговли товарами в январе-ноябре 2014 года составил около 71 миллиарда долларов и сократился на 3% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. А сделайте, пожалуйста, внешнеэкономический прогноз для страны на 2015 год. Как я уже говорила, прогноз — это неблагодарное дело, но я хочу сделать маленькое отступление, понравится вам оно или нет. Маленькая такая притча, легенда. Был такой известный Нобелевский лауреат, физик Макс Планк. Так вот, он, прежде чем стать физиком, он поступил на экономический факультет. Проучившись год, он бросает экономический факультет, а это примерно где-то десятые годы прошлого века. Ему друзья говорят, как экономическая наука, она такая перспективная, и необходимо заниматься этой наукой, а ты уходишь в физику. Он говорит, вы знаете, ребята, я не могу заниматься системами, в которых так много переменных. Значит, ну это как бы притча. То есть в экономике всегда существует очень много переменных. Более того, экономика — это мягкая система. Что такое мягкая система? Зависящая от поведения людей. А, соответственно, поведение людей не всегда прогнозируемо со стопроцентной вероятностью, как вы сами понимаете. Если говорить о нашей республике, то она представляет собой малую открытую экономику. Что это за термин? Такой у нас термин мы используем в макроэкономике. Это значит, мы очень сильно зависим от внешней среды. А на внешнюю среду мы не можем оказывать влияние. Мы очень сильно зависим от нее. И поэтому, когда мы говорим о нашем внешнем товарообороте, следует иметь в виду, что где-то 45% нашего рынка находится в России и около 20% находится в Украине. И мы с вами видим, что сейчас происходит в России и что происходит в Украине. Но я хочу сказать еще и не об этом. Нам кажется, что вот если стабилизируется ситуация в России и в Украине, они опять начнут покупать наши товары. Не начнут. И нам необходимо думать о модернизации наших предприятий. Потому что старую технику, которая основана на средне-технологическом укладе, Россия не будет брать, если у нее... Сейчас она стоит перед тем, что необходимо создавать новые современные предприятия. Пройдет какой-то период времени, и у России будут новые современные предприятия. Мы опять останемся со своей старой техникой. Более того, если Украина вступает в Евросоюз, ей также не нужна продукция средне-технологического производства. И поэтому нам на сегодняшний день необходимо задуматься... Вот вы задавали мне вопрос о госпрограммах, где взять деньги на модернизацию. Модернизацию необходимо проводить и необходимо ускорять ее. Потому что если у нас не произойдет модернизация наших предприятий, и мы не выберем направление, в котором нам необходимо двигаться, а мое мнение, я так думаю, что будущее Белоруссии, будущее белорусской экономики не за машиностроением и не за вот этим вот тяжелым, так сказать, комплексом, который требует поставки сырья, электроэнергии и всего прочего из-за рубежа, а потом мы создаем продукцию и начинаем продавать ее за рубеж. Никто уже эту продукцию не ждет, а мы не конкурентоспособны по этой продукции.